Добрый вечер! Турнир очень тяжело организовать, особенно краевого уровня, большого масштаба. Хоть и количество участников было немного, около 50 человек, но достаточно энергоемкий процесс был с этой подготовкой. Очень понравилось то, что ребята, те, которые занимаются у меня в клубе, очень хорошо помогли в организаторских моментах. Потом ребята из других городов Алтайского края тоже не остались в стороне. Также помогли на взвешении, мандатной комиссии и судейский семинар провели сегодня. Очень большое спасибо этим всем ребятам. Планы на будущее, естественно, привезти на чемпионат Сибирско-федерального округа, достойную сборную, чтобы ребята показали себя и на чемпионате СФО. Дальше вошли также в сборную Сибирско-федерального округа и показали себя на России. Чемпионат Сибирско-федерального округа будет проходить 24-го по 26-го марта в городе Омске, куда съелся, естественно, все самые сильнейшие бойцы нашего региона. Ну, вообще на пост президента я вошел в декабре 2016 года. Мне очень интересен этот вид спорта. Достаточно очень мужественный, можно так сказать. Ребята закаляются не только физически, а также духовно. Для этого воспитываем новых чемпионов, чтобы в дальнейшем могли выступать уже на более масштабных турнирах. Да, если честно, можно сказать, не отразилось. Мне очень нравятся вот такие вот движения. Жизнь очень бурная штука. Я и тренерской деятельностью занимаюсь, еще и президентство. Сейчас еще и выступаю по профессионалам. Ну, можно сказать, успеваю пока. Начал заниматься единоборствами. Это в пятом, в шестом классе, когда учился в детском корпусе. Ну, тогда еще мне панкратион привлек. Достаточно очень интересный вид спорта. После этого был большой промежуток. Я начал заниматься боксом. Ну, и уже, получается, на первом курсе, все учебы в университете, я начал уже плотно заниматься единоборствами. То есть, это и панкратион, это и боевое самбо. Очень понравился этот вид, так как он смешан, вернее, смешанные. То есть, где удары руками, ногами, борьба в стойке, борьба в партере. Это очень интересно. Ну, и как бы стараюсь развиваться во всех аспектах. Вот, буквально недавно меня привлекло ММА. То есть, я начал выступать по профессионалам. То есть, с 2013 года у меня были большие промежутки. Но никогда не задумывался о серьезной карьере именно как бойца. Не знаю почему, но приходится выступать сейчас и на любительских соревнованиях, и на профессиональных. Приходится выступать для того, чтобы набираться опыта. С каждым сбором что-то откладывается в голове. И я также хочу побыстрее, чтобы у меня ребята занимали большие вершины, может, так сказать. И охота, чтобы они быстрее развивались, быстрее росли. Не, если честно, вообще даже не думал, даже в мыслях не было. Начал тренироваться, очень понравилось. Набрал себе группу. То есть, ну, начал достигать каких-то результатов. Набрал себе группу. Начал потихоньку расти с других городов. Привозить какой-то опыт. И встал уже, можно сказать, на пост президента. То есть, уже, можно сказать, занял большую должность у себя в крае. То есть, если честно, нет, не думал, конечно, что когда-то я могу быть президентом. То есть, очень понравился именно, как ICB, этот помощь, он очень понравился. Так как организация очень на высоком уровне. То есть, подход к бойцам, бездравится из какого-то региона. Я вот, сколько ни видел, нет вот такого предвзятого отношения к бойцам. Именно к своим. Ну, ко всем относятся одинаково. То есть, организация, бойцы очень на высоком уровне. Очень понравилось выступать в этой организации. Хотелось бы еще выступить, попробовать свои силы. Нет, на сборах я был в Таиланде, на Пхукете. Топки не тренировались. Я был старым партнером Шарафа Довод-Голокова. То есть, он пригласил меня на эти сборы. И все сборы, как бы, мне протренировались вместе с ним. Вместе поехали на бой. Потом, последний цикл подготовки, я выиграл бой. Последний цикл подготовки я проводил с ним в Ростове-на-Дону. Также помогал готовиться к его поединку. Да, я до этого никуда на сборы вообще не выезжал, можно так сказать. Выезд, тем более за границу, особенно в такие условия, конечно, стоит ехать, если есть возможность. Если у меня будет еще одна возможность такая, я с удовольствием поеду туда. Ребята очень сильные. То есть, со всего мира бойцы. Опыт вообще просто нереально большой получаешь, когда тренируешься с такими бойцами, как Виталий Бигдаш, тот же. С 1FC были еще ребята, если честно, не помню фамилии. Очень много опыта я привез именно с этих сборов. То есть, ребятам сейчас показываю такие вещи, что как бы я был бы очень рад, если бы в мои молодые годы кто-нибудь нам показывал. Да, очень большой опыт получил. Именно там привез сюда, показываю ребятам своим. То есть, не только почему. Там бойцы вообще разных уровней. Кто-то силен в партере, кто-то, вернее, в грэплинге, кто-то в стойке. То есть, и понемногу от каждого бойца что-то для себя откладываешь. Ну, естественно, в тренировках и деятельности это применяю. Разнообразие на тренировках. Ребята очень с удовольствием ходят на мои тренировки. Нравятся. На соревнованиях видно, что уже именно тот опыт, который я принял, ребята принимают себе. Ну, и показывают, когда ребята на соревнованиях. Не, нормы как бы как таковой нет. Я просто прилетел сюда с боя. Мне поступило предложение выступить на турнире у нас здесь на Месе. К нам приезжали ребята из Кыргызстана и Кыргызии. Я сначала отказался от поединка, так как понимал, что это очень сложно и для организма. Мне предлагали промежуточный вес 75 килограмм. Очень тяжело было восстанавливать силу из себя после поединка на ICB. Поэтому я приехал, ну, и думал. Сначала отказался. Потом у нас по травме снялся один спортсмен с Алтайского края. Ну, и мне пришлось уже не подводить команду. То есть я согласился, выступил, ну, и выиграл. Можно сказать, выходил уже более уверенно. То есть те эмоции, которые я получил во время боя на ICB, то есть адреналин. Здесь я как бы очень спокойно, очень уверенно вышел, ну, и показал то, что сборы пошли не зря. Ну, и планы, конечно, охота получить контракт с какой-либо организацией, выйти, показать свои силы, то есть показать своим ребятам то, что без разницы, в каком возрасте выступать. Главное, не сдаваться, идти к своей цели. То есть, ну, естественно, охота получить какой-либо контракт, получить еще опыт, именно съездить на сборы. Планируется сейчас, в конце февраля, мы полетим на чемпионат Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою. То есть я сейчас плотно готовлюсь, чтобы показать результат.